Всем хаюшки, с вами Хулдым и да, про, как я и говорил, вот вам и вторая, следующая серия Досквуда. И как я решил, я буду записывать игры на телефоне, причина та, что они рендерятся быстрее, я найду несколько еще игр, возможно, прям порыщу, поищу, чтобы выпускать их хотя бы, ну, ну, не каждый день, может, хотя бы два раза в... один раз в два дня, потому что у меня часто просто нет возможности снимать на компьютере. А это крайне сильно меня тормозит, так как YouTube, недовольный тем, что я перестал выпускать видео в нормальном таком, в стандартном диапазоне, там, по хотя бы одному видео в день, ну, или в два дня, он мне крайне сильно из-за этого меня не любит, и показы падают из-за этого вот так вот. Будем теперь... Буду заполнять вас именно играми на телефоне, только в этот раз не только Досквудом, а еще какими-нибудь играми-играми интересниками. У меня уже есть несколько на подбор. Вот. Ладно. Погнали дальше, посмотрим, что будет дальше, куда этот человек без лица нас приведет. Я кое-что вспомнила. Лили кое-что мне рассказала про Альфи недавно. Это никак... это никак не связано с Ханной, но я никак не перестану об этом думать. Рассказывай мне, интересно. Не знаю, зачем, какой смысл отказываться от истории, если она все-таки ее не зря же добавляет в сюжет, никак просто дополнительная какая-то история. Она должна хоть какой-то довес иметь. Странно, не знаю, кто может отказаться. Думаю, это произошло в прошлом году, где-то осенью. Один из гостей пожаловался Лили на неприятный запах в его номере. Лили пошла проверить номер, но ничего не почувствовала. Она переселила гостя в другой номер, решив, что это исправит проблему. Когда она вернулась в первый номер на следующий день, чтобы подготовить его для новых гостей, вдруг заметила этот запах. Она все проверила, но так и не нашла источник вони. Она рассказала об этом всем миссис Уолтер, и та уведомила уборщика старину Грея. Он вышел из номера через пару часов, он просто кивнул, ничего не рассказал. Это значило, что номер прибран. Но, знаешь ли, Лили ужасно любопытная. Она снова пришла в номер, и когда заглянула в мусорку, увидела там черный пакет. Это от него так воняло. Это был мистер... Мистер Перышко. Канарейка Альфи. Его клювик был раздроблен, а оба крыла сломаны. Какой ужас. Ой, блин, канарейки. Я не могу. Серьезно, меня реально крайне сильно пугают такие именно прям насилие над животными. Прям любыми. Без разницы, там, кто это. Да, в общем, я не хочу распространять слухи. Мисс Уолтер не стала это обсуждать с Лили. Несмотря на то, с Лили. Несмотря на то, что она наверняка узнала у старины Грея про источник Вони. Но Альфи всегда был таким хорошим ребенком. Мне было бы лучше не знать эту историю. Которому нравится мучить животных. Ну, я... Вот это вот я не могу говорить, правда это или нет. Потому что не было нас там как-то сразу кидаться обвинениями. Я, конечно, крайне негативно отношусь к живодерству. И самих живодеров надо вздернуть. Мягко говоря. Но прям обвинять ребенка... Да, он мне, ну... Просто, ну... Ну, он, собственно, отстал. И что такое? Это не значит, что он может быть и живодер. Спасибо, что рассказала Клео. Так, что-то такое. О! Двое самых бесячих персонажей. Точнее, не бесячих, а... Нелюбящих нас. Привет! Здравствуй! Это не Ханна. Я в этом уверен. Нет. Не отчитывайся. Чего? Не отчаивайся, милая. Дэн, ты можешь приехать? Сегодня вечером. Да, могу. Спасибо. Спасибо. О! Шесть. Скажи, ты переписываешься с этим хакером? А вот это уже... А вот это уже мне не нравится. Скажи... Скажи, ты переписываешься с этим хакером? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням не доверяет. Иногда, а что? Он жуткий. Он просто своеобразный. Ну это правда. Таких людей не от мира сего довольно много. В хорошем или в плохом смысле? В хорошем. Пока что не мутный. Да. Мутный тип, но пока что что-то злого от него я не чувствую. Не пойми меня неправильно. Я не думаю, что он, что он, что это он стоит за похищение. Иначе бы, иначе бы, тьфу, иначе бы, он подвергнул себя опасности, связавшись с нами. Наверное, ты права. Попытаюсь ее повести по пути, чтобы она не сильно прям смотрела на него пока что. Потому что, ну, он нужен, как ни странно. Хоть он для мутный и он там, не знаю, как этот страшный омут, в котором могут водиться черти, но, блин, пока что нужна его поддержка. Он в любом случае читает наши чат, и я думаю, он может понять по ответам именно, как мы к нему относимся. Из-за этого лучше так ее отвадить от него, чтобы он как-то с нами более хорошее отношение заимел. Хотя, как он говорит, он читает только интересные переписки, но и все равно непонятно, читает он их или нет. Я недавно обсуждала подобное с остальными, только в этот раз это было про тебя. Тьфу, только в тот раз это было про тебя. Я в курсе. Доказывать не надо. Почему? Так вот подумаем. Я еще докажу, что я часть группы. Во-первых, это... Я не знаю. Говорить, что-то доказывать нам не нужно. Зачем доказывать то, что уже является частью так, так как мы уже влились в группу. У нас уже отношения установлены с двумя людьми из этой группы. Да, остается Лили и Джден, которые нам не сильно-то доверяют, но все-таки мы являемся частью группы, и доказывать нам ничего не надо. Так мы только подозрения на себя набличем. Попытаться свести это в шутку. Ну, давайте попробуем свести это в шутку. На твоем месте у меня бы тоже были сомнения насчет меня. Тьфу, на мой счет. Ну, я действительно тебе доверяю. О, а вот это хорошо. А вот это очень хорошо. Если бы остальные знали, что я тебе... Что я тебе написала, они бы возмутились. Ох... В любом случае, думаю, будет лучше, если ты... Если не ты... Если... Если не ты... Если... Если не ты не станешь ему много рассказывать. Спросить ее... Давайте. Думаешь, он может быть кем-то из группы? Нет. Это Ричи так думает. Даже больше он в этом абсолютно уверен. Почему? Почему он так решил? Но по правде, я тут по правде непонятно. А что он так уверен-то в этом? Тут-то только предположение, что он часть группы. Но абсолютно быть уверенным в этом. Без доказательств. Я не уверена. Придется у него лично спрашивать. А ты что думаешь? Хакер один из нас? Как я уже говорил в нескольких сериях предыдущих. Рекомендую глянуть, так как перерыв был довольно долгим. И возможно, вы уже все позабыли, что там было и как я думал. Я не думаю, что он часть группы. Я это еще где-то в первых сериях. Первых там, в первую, вторую где-то говорил. Что я не считаю, что он часть группы. Потому что это слишком... Ну, слишком подозрительно. Да и... Я не знаю, кто может быть настолько, ну, не знаю, таким прям... Каким-то, не знаю, двуликим. Чтобы он мог прям, ну, как сказать, двуликим. Ну, просто человеком, который может легко именно быть такой... Именно в одних моментах быть таким живым. А потом, бац, становиться хладнокровным. И все просчитывающим человеком. Да еще и хорошо разбирающимся в хакинге. Дэн туда не подходит. Так как мы знаем... Он, конечно, не дурачок. Но как-то к хакингу, мне кажется, он не очень подходит. Ричи тоже, ну, не знаю. Девушки тоже 100%. Ну, хотя, может быть. Мы же не знаем, какого он пола. Но он же говорил, что это он. Из-за этого я не знаю. Вот посерьезно. Нет вообще никаких предположений, что он часть группы. Я не думаю, что он кто-то из группы. Да, я согласна. Может, мы скоро это узнаем. Хочешь просто поболтать? Давайте. Немножко разрядим обстановку. У тебя есть братья или сестры? Да. И у меня. У меня есть старшая сестра и брат. Расскажи мне о них. Давайте. Будем потихоньку прокапываться. Будем узнавать, что происходит у Джесси. Мою сестру зовут Анжела. Она живет в Колвилле. Это большой город в 300 километрах отсюда, если что. Мне бы хотелось там побывать. Мой брат Фил все еще живет здесь. Не думаю, что это изменится. Ему принадлежит бар Аврора. Может, другие тебе уже про это рассказывали. Он там работал до тех пор, пока бывший владелец... Пока бывший владелец бара... Владелец бара вдруг не уехал из Досквуда в прошлом году. Повезло ему. Ага. Думаю, ему действительно нравится заправлять баром. Думаешь? Мы мало общаемся. Блин, копаться дальше. А вот то тут интересно. Сейчас такое чувство, что сейчас будем копать, копать, копать. И так докопаемся дотуда, куда не нужно было докапываться. Между вами что-то произошло? Ладно, мое любопытство берет не вверх. Давайте своим носом туда сунемся. Фил и Анжела мои сводные брат и сестра. Мы все очень разного возраста. Думаю, поэтому у нас так мало общего. Карьера или семья? Ну, хорошо. Твоя очередь задать вопрос. Карьера или семья? Давайте. Такой вопрос. Ох. Ох. Да, это по правде реально тяжелый вопрос. Крайне тяжелый. Не думаю, что могу сейчас ответить на этот вопрос. Ну, поживем, увидим. Хм. Хм. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, если когда-нибудь я окажусь в ситуации, в которой придется выбрать между семьей и карьерой, я тебе позвоню и скажу о своем решении. Ладно? Ладно. Какой твой любимый цвет? Ха-ха. У меня уже целую вечность, это не спрашивали. Желтый. Это цвет всего, что я люблю. Солнце, лето, красивый, одежды, цветов. Когда я вижу этот цвет, у меня сразу улучшается настроение. Давайте так. Это чисто так, чтобы отношения улучшить. Хотя, конечно, у меня любимый мой цвет, это красный. Но выбора тут нет из-за этого. Это и мой любимый цвет. Давайте так попробуем. Хотя бы у нас... Эй, погоди-ка. Тебе удалось задать два вопроса подряд. Можешь тоже задать мне два вопроса в таком случае? Не, что-то я даже не заметил. Звучит справедливо. Звучит справедливо. Давай продолжим этот разговор когда-нибудь потом. Пора вернуться к работе. До скорого, Джесси. До встречи. Реально, прям сдружились. Так, новые сообщения читаем. Дэн. Чё-то у меня такой грубый. Дэн. Какого чёрта? Дэну подходит до моего бой. Такой грубый голос. Где ты был? Знаешь что-нибудь? Знаешь что? Забудь. Да какого чёрта с тобой происходит? Ты всё ещё держишь своё слово? Ты всё ещё держишь своё слово? Блин, Дэн, я серьёзно. Да. Да, конечно. Спасибо. Надеюсь, я об этом не поджалею. О чём это они? В любом случае, звучит крайне подозрительно. Это, вот это верное замечание. Это точно. Может, вместе мы выясним, в чём тут дело. О! Тут новые фотографии. Буду подсматривать иногда. Может, вместе мы... Тьфу, это уже было. Мне показалось крайне странным, что Томас исчёс, как только появились новости о трупе. Может, он просто гревал? Подожди. Происходит кое-что ещё. О! Паук. Дэн и Паук. Точнее, Паук. Паук. Как дела, мистер Андерсон? Я получил твоё сообщение. Тогда какого чёрта ты мне снова пишешь? Просто мне нужно было убедиться. Ты параноишь больше обычного. Может, хватит? Ладно, ладно, успокойся. Время и место ты знаешь. Время и место ты знаешь. Конечно. Превосходно. Триста пятьдесят? Всё верно. Триста? Ну уж нет. Козлина. И вам не хворать. Кстати, Дэн. Чего? Насчёт девушки. Мне жаль. И мне. Хэм. Как думаешь, что всё это значит? Извиняюсь. Как думаешь, что это всё значит? Томас прячется у этого незнакомца. Кажется, Дэн что-то покупает у этого незнакомца. Ну да. Кажется, Дэн что-то покупает у этого незнакомца. И тот за это запросил 350 долларов. Самое такое нормальное. Я думаю, то же самое. Молодец. Спасибо. 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 А ещё у меня нет никаких сомнений насчёт того, что они говорили о чём-то незаконном. Дэн из кожи вон лез, чтобы не назвать предмет покупки. Нужно разобраться с этим. Я знаю. Дай-ка подумаю. Дай-ка подумаю. Галерея снова обновилась. А. У меня основная фоточка. Так. Давайте. Всё равно это секунда делов. Новая фоточка. Прям приятно, честно говоря. Я выясню номер этого незнакомца. Отличная идея. Я с ним свяжусь и выясню, что к чему. Отличный подход к делу. Дай мне немного времени. Я займусь его номером. Мне удалось восстановить часть фотографии. ССР. Какая-то такая. Думаю, стоит к этому присмотреться повнимательнее. Да, соглашусь. ССР. Хорошо. Хорошо. Вот первый вопрос. Зачем она это сделала? У меня есть идея. Ну, скорее всего, показывать она этого никому не хотела. Потому что, как мы помним из предыдущей серии, опять же таки, посмотрите её. Она это старательно прятала от всех. Значит, показывать это она бы не захотела. Скорее всего, это памятка. Ну, скорее всего, там, купить какую-то важную вещь, там, не знаю. Ну, или, не знаю, как я, выпить таблетку, ставлю всё время себе записку. Только настоящую. Она в виде электронной. Чтобы не потерять. Да и как мы поняли, это рецепт. Типа, чтобы не потерять. Не нужно было постоянно там в аптеку ходить за ним. Понимаю. Думаю, дальше нам следует выяснить, какое лекарство было в рецепте. Вот. Сиоозэсэ. Тебе это о чём-нибудь говорит? Хм, сомневаюсь. Надо будет разузнать. Сейчас именно ответим. Закончим диалог. И закончим видео. Думаю, тут нам поможет всемогущий интернет. Отлично. Давай этим займёмся. Супер. Кто-то из нас выяснит, что это такое. Такс. Я сейчас выясню, секундочку, что это такое. Товарищи, я здесь. Я выяснил, я в интернете загуглил, что это. Я знаю, что это. Я узнал, что это означает. Сиоозэ. Итак. Это антидепрессанты. Дай-ка быстро перепроверю. Это антидепрессанты. Я сто процентов уверен. Блин, интернет не может солгать. Не зря они же не использовали там какое-то собственное наименование антидепрессанта, чтобы пришлось тебе потом мучиться. Там же всё типа на ре... На ре... На ре... В реале. Так. Ну и где он? Только не говори, что ты будешь стоять тысячу лет. Ладно. Есть, наконец-то. Верно. Ханна. Ханна страдала, страдала от депрессии? Скорее всего, это её. Она не хотела никому её давать этот. Я не знаю. Нет. Я не знаю. Нет. Бессмыслица какая-то. Я свяжусь с тобой позже. Позже. Ладно? Всё в порядке? Всё в порядке? Надо спросить. Ну, скорее всего, он не скажет. На сто процентов скажет. Ну, разумеется. Разумеется. Ни капельки ненормально у него всё. Если он так отрицает, это значит, волнуется, скорее всего. Да. Всё хорошо. Ты в шоке? Обсудим это в другой раз. Мне нужно кое-что разузнать. Ну, а в следующей серии уже продолжим нашу работу. Дальше уже, в следующей серии продолжим наш диалог с Клео и всё остальное. О, она у дома у Ханны. Будет интересно узнать, что она там делает. Ну, ладно. Узнаем уже в следующей серии. Буду надеяться, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока что, ну... Пока что никаких заявлений делать не буду. Непонятно нихрена. Пока что куча загадок. Блин, только дополнительные загадки. Прут и прут. Это человек без лица. Чё-то там Дэн покупает. Для кого-то или для себя. Непонятно. Какую-то незаконную деятельность ведёт. Единственное нормальное это Джесси. Другие все какие-то... Сменяюсь. Некоторые такие неполадки. Буду надеяться, вам понравилось. Давайте сделаю побыстренько. Буду надеяться, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. С предложением новых игр. Если у вас таковые есть на телефоне, буду рад узнать. Заглядывайте в описании. Там будет ссылочка на мой дискорд сервер. И на дискорд сервер по Доки Доки. Буду рад вас там видеть. И не забудьте нажать на кнопочку подписаться на колокольчик. Чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok